Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 23 апреля. Вот сегодня я с утра работала в теплице. Хочу сейчас вам показать один томат и рассказать, что я с ним делаю. Вот смотрите, я говорила, что я все большие пасынки, которые больше 5 сантиметров, сразу стараюсь удалить. Ой, у нас шторм пришел какой-то, суховесь, страшно аж сидеть в теплице. Ну, один томат у меня, смотрите, он уже подвязан. На нем такие огромные пасынки, но я их не убираю. Почему я так делаю? Неужели я, как мне безразлична судьба этого томата, я же всегда говорила, что это нахлебники, они высасывают последние силы из томата. Нет, я хочу поделиться с начинающими огородниками одним способом беспроблемного размножения редких, дорогих сортов или тех сортов, которые просто вам дороги, которые нужно размножить. Вот это у меня клубника шлау-бах, ну, такое название, люди знают, кто это, кто выращивает. Эти семена, они считаются коллекционными, они не продаются обычно в магазине, их распространяют только коллекционеры. И у коллекционеров они дороговаты, и, конечно, там 50 рублей, что ли, стоит упаковочка. И мне вот люди добрые прислали несколько семян, там одна зрительница и еще одна, с двух мест я получила. Но мне, конечно, 2-3 семечка, ну, даже пусть не 3, даже если их 5-6, это мало. Мне хочется много. И я для того, чтобы размножить вот этот сорт, который, как я прочитала отзывы, нравится абсолютно всем, все его хвалят и красивый, и вкусный, и все, я решила, что мне мало столько семянцев, сколько я посеяла, я сейчас размножу его через пасынок. Как это делается? Это делается очень просто. Мы знаем, что томаты, они очень живучие, они очень жизнелюбы такие, приспособлены к любым условиям, и у них любую часть тела, если отрезать и поставить воду на укоренение, оно дает корни. Вот по этому принципу мы размножаем редкие коллекционные сорта. Я завтра приду, возьму ножницы, отрежу вот этот, вот этот, и, ну, там еще один есть хороший пасынок. Три здоровых, жирных, толстых пасынка, которые уже похожи на настоящую рассаду. Сколько листов? У них уже четвертый настоящий лист, но это маленькая настоящая рассада. Поставлю в воду, укореню, и у меня вместо двух корней вот этой клубники шлаумбах будет уже 5 или 6 корней. Так вы можете с 5-6 кустов нарезать и сделать 30 кустов. У них, конечно, будет немножко опоздание, отставание, но так как мне нужен не массовый сбор, мне нужен не томат для еды, там, для кетчупов, для чего-то, не массовый, а мне нужны семена, то мне достаточно с каждого куста, там, если одна кисть вызреет полноценная, то я возьму с них семена, мне этого достаточно. Вот так мы размножаем те сорта, которые нам нужны срочно, хотим вот обязательно их, а семян нет и в магазине не купишь. Если у вас у соседа есть тот сорт, который он нахваливает, но нет лишних кустиков, чтобы вам подарить, попросите, пусть он оставит один пасынок, отщепнете, укорените, и у вас будет тоже такой же томат. Но это, конечно, если сосед у вас добрый и даст вам. Все, до свидания. Точно по этой же причине вот сержант Пеппер у меня тоже стоит весь в больших синих пасынках, завтра все буду обрезать. Будет много-много сержантиков Пепперчиков.